В августе 1941 года глава СС Генрих Гиммлер посетил с инспекционной поездкой оккупированный город Минск. Целью этой поездки была проверка установления на оккупированной территории нового европейского порядка. После общения с командиром Айнзацгруппы Б, бригаденфюрером Артуром Небе о насущном, гостю предложили немного поразвлечься. Гиммлер никогда ранее не видел массовых казней, поэтому для особого гостя решили устроить такое зрелище. Утром в присутствии генерала полиции фон Дамбах-Залевского Гиммлер и Артур Небе выехали за город, где происходил массовый расстрел по одним источникам евреев, по другим советских военнопленных. По мере наполнения ямы трупами Гиммлеру вдруг стало плохо и его вырвало. Командир Айнзацгруппы Б Артур Небе заметил это и сочувственно сказал «Наши ребята из расстрельной команды также потрясены этим зрелищем. Очень тяжелая работа. Посмотрите в глаза этих людей. У них уже нет нервов на всю оставшуюся жизнь. Мы выращиваем здесь невротиков и варваров». Немного постояв, подумав, Гиммлер пообещал решить эту проблему. И таки решил, правда не совсем обычно. Во-первых, в массовых убийствах стали применять газ. Теперь палач не должен был стрелять по своей жертве. Во-вторых, чтобы люди с ценной арийской кровью все-таки не портили свои нервы. Для грязной работы разрешили привлекать советских коллаборационистов. Ход войны показал, что подразделения полиции из советских коллаборационистов могут использоваться и для расстрелов, и для охраны концлагерей. Правда, часто выходили накладочки. Например, 152-й батальон вспомогательной полиции «Порядка», состоявший из крымских татар, с января 1943 года охранял концлагерь, находящийся на территории совхоза «Красный», где за два с половиной года оккупации было уничтожено 8 тысяч жителей Крыма. Бывший военно-пленный, старший лейтенант Красной армии Файнер, позже вспоминал. «Издевательства над военно-пленными не имели предела. Добровольцы-татары вынуждали какого-нибудь военно-пленного показывать на себя, что он, мол, еврей. Затем выдавали несчастного немцам, за что получали 100 марок». Налицо явный непрофессионализм, граничащий с прямым обманом немцев. Как ни крути, для охраны концлагерей необходимы были коллаборационисты не только верные и надежные, но и обученные конвоированию, стрельбе, вербовке информаторов и так называемые «капо» — надсмотрщики безоружия, состоящие из заключенных. Кандидат должен быть не евреем, не коммунистом и психически уравновешенным, чтобы не застрелиться в течение службы. И, конечно, бережным. Ведь надо было не просто уничтожать заключенных. Надо было получать с их смерти максимальную выгоду. Так только из Освенцима за шесть недель в Германию было отправлено 222 269 мужских костюмов и комплектов белья, 192 652 комплекта женской одежды и 99 922 комплекта детской одежды. Еще волосы. Они шли на мягкие тапочки для экипажей подводных лодок. Золотые зубы и обручальные кольца переплавляли в слитки и сдавали в Рейхсбанк на счет СС. Стекла очков шли на новые очки для немцев. Коллаборационисты были нужными людьми в системе немецкого нового европейского порядка, поэтому нужно было воспитывать кадры. В одном дивном местечке под названием Травники, в 30 километрах от города Люблина, на территории бывшего сахарного завода приютилось специализированное заведение, которое превращало бывших граждан Советского Союза в профессиональных надсмотрщиков для охраны фашистских концлагерей. Контора называлась учебный лагерь СС Травники. Восточных воспитанников, обученных ремеслу охранников, называли травниками или оскарами. Действовать лагерь начал с июля 1941 года, первоначально как лагерь для советских военнопленных и гражданских лиц. Главой этого лагеря был гауппштурмфюрер СС Герман Хёфле. На июль 1941 года в лагере было 676 советских заключенных. С сентября 1941 и до июля 1944 года до самого конца немецкой оккупации лагерь использовался как тренировочная база для охранников из советских предателей. К осени 1942 года остатки советских пленных умерли от голода, но уже с июня 1942 до сентября 1943 года при тренировочном лагере был создан трудовой лагерь для евреев. Здесь евреи работали на благо немецкого оружия. Неработоспособных же быстренько отправляли в лагеря смерти. С сентября 1943 года трудовой лагерь в Травниках стал под лагерем при лагере смерти Майданок. В сентябре 1941 года начался первый набор охранников-травников из советских военнопленных самого лагеря. А 27 октября начальником лагеря стал гауппштурмфюрер СС Карл Штрайбель. Организационный лагерь входил в инспекторат концентрационных лагерей и охраны подчиненный рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Тому самому, кого вырвало от расстрела. Позже инспекторат вошел в главное административно-экономическое управление СС. Сами же охранники не были полноправными эсэсовцами. Они лишь состояли на службе СД и охрана немецких концлагерей «Мертвая голова». Тренировочный лагерь СС размещался в нескольких больших кирпичных одноэтажных зданиях. С сентября 1941 по сентябрь 1942 года было натренировано около двух с половиной тысяч охранников, большинство из которых были советскими военнопленными. Они подписывались под обязательством. «Мы, военные заключенные, вступаем добровольно в германские отряды СС для защиты интересов Великой Германии». В сентябре 1943 года глава СС и полиции в Люблине Группенфюрер СС Адила Лотарио Глобочник докладывал о 3700 охранниках-травниках, натренированных в лагере. Всего в период с 1941 по 44 годы было обучено 5082 травника. Следует признать, что от общего числа немалое количество добровольцев было из западных областей Украины. Но кроме украинских западенцев, добровольцами также были русские, белорусы, граждане Прибалтики и Туркестана. На набор русских Глобочник получил разрешение от Гиммлера в 1943 году. Помимо этого в травниках обучались еще и граждане бывшей Югославии, словенцы и хорваты. Для добровольцев, решивших верой и правдой служить новому европейскому порядку, присяга была наподобие эсэсовской. То есть сражались они исключительно за благополучие Рейха, а не своей нации. Учебный лагерь состоял из двух батальонов под командованием офицеров немцев. Курс подготовки охранника длился примерно полгода и включал в себя изучение методики конвоирования и охраны заключенных, а также физподготовку и стрельбу. Травники имели четыре звания – вахман, сторож, зук вахман, взводный сторож, ротенвахтен, ротный сторож и обервахтен. Знаки отличия были отличными от эсэс. Чистый погон – одна, две, три лычки. Взводом командовал командир из Травников, а ротой уже немец. Так сказать, для надежности. Униформа у ценных работников была, правда, плоховато. Вот выдержка из допроса одного предателя Травника, Николая Малагона, от 18 марта 1978 года. «Сначала мы носили нашу собственную одежду, потом нам дали бельгийскую форму, позже нам всем выдали специальную униформу, черный костюм, брюки и китель, черное пальто с серым воротником и манжетами, и черные пилотки. Мы также получили кокарды с черепом и перекрещенными костями». С 1932 года черная форма была общепринятой в войсках эсэс, а в 1938 году она перешла в разряд парадных. После начала Второй мировой войны от этой парадной черной формы вообще решено было избавиться, так как ее мол носили тыловые крысы. Ненужная форма пошла на обмундирование различных коллаборационистов, несущих полицейские функции. Для Травников с нее спарывали немецкую символику и пришивали соответствующие званию погоны. В 1942 году лагерь в Травниках стал транзитным для евреев, на их пути в лагеря смерти. Травники-охранники набивали на этом руку. Они стали тренироваться, участвуя в акциях переселения евреев из польских гетто и гетто, находящихся в западной части СССР, в польские лагеря смерти. В апреле 1942 года Травники устроили селекцию в гетто Пески, что в шести милях от травников, и экспортировали обреченных на смерть польских, немецких и австрийских евреев, уже не способных работать, в свой перевалочный лагерь в Травниках. Обреченных на смерть заперли в сарай на ночь, а к утру умерло от удушья 500 евреев. Их трупы для отчетности побросали в грузовики и отправили в концлагерь Бельжец, так же, как и живых. В течение всего 1942 года в ходе операции Рейнхард нацисты ликвидировали еврейские гетто, а евреев депортировали в лагеря смерти, используя при этом травников. Эти прислужники нацистов в черной форме также отметились в гетто в Варшаве, Люблине, Львове, Радами, Кракове, Белостоке и Ченстахове. Летом 1942 года при тренировочном лагере Травники был создан трудовой еврейский лагерь. Он был смежным с тренировочным, разделялись они лишь каменной стеной, которая окружала тренировочный лагерь, находящийся на территории бывшего сахарозавода. Небольшие группы евреев уничтожались с целью обучения новичков. Также в ходе депортаций и экскортирования немецкие инструкторы требовали, чтобы новички-травники лично убивали одиночных евреев, то есть их связывали кровью. Что за травник, лично не убивший жида? Глобочник беспокоился о благополучии Рейха, поэтому он был бережливым хозяином. В травниках за оградой тренировочного лагеря был устроен большой перевалочный склад одежды уже убитых евреев. Эту одежду с запашком грязную, рваную, запачканную экскрементами. Евреи снимали в лагерях уничтожение перед своей смертью. Оттуда ее свозили грузовиками в склад при травниках. В июне 1942 года из трудового лагеря травники было отобрано специально 20-40 евреек для сортировки, мытья и починки одежды покойников. 9 октября 1942 года Гиммлер приказал ликвидировать все гетто и для большей эффективности перенести из них производство вместе с рабочими евреями в трудовые лагеря. Осенью 1942 года производство в гетто было ликвидировано, а рабочие были переведены в трудовой лагерь травники. 8 февраля 1943 года Глобочник подписал контракт с фрицем Эмилем из компании Шульц и компания, которая производила матрасы, тюфяки и меховые изделия, а также ремонтировала ботинки и солдатскую униформу. По проекту контракта Шульц и компания на производстве должно было быть 4000 евреев в меховом производстве и еще полторы тысячи в производстве щеток, которые должны были вместе с оборудованием поступить из Варшавского гетто в Травнике. Штрайбель был главным руководителем, он организовывал труд, распределял рабочую силу и получал за работу деньги. 5 золотых за мужчину в день и 4 за женщину. В начале СС под угрозами набирали рабочих евреев из Варшавского гетто на предприятие Шульц и компания в Травнике. Однако даже под угрозой быть убитыми на работы отправилось всего 448 евреев, которые были доставлены туда 14 апреля. В ходе ликвидации гетто между 15 февраля и 30 апреля насильственно на 17 крупных железнодорожных составах и автотранспортах были доставлены 2848 мужчин, 2397 женщин и 388 детей в Травнике. На 1 мая в этом трудовом лагере было 5633 еврея. Еще два крупных транспорта прибыли из Минского гетто после его ликвидации в ноябре 1943 года. Всего в концерне Шульц и компания в Травниках на май 1943 года работало 6000 евреев. Для повышения производительности Штрайбель поначалу инициировал относительно приличные условия существования в трудовом лагере в Травниках. Он допускал нелегальную торговлю едой и алкоголем, формирование евреями музыкальной группы и иногда даже игру в футбол. К зиме рабочим выдали теплую одежду. Все это способствовало, по мнению немцев, лучшей производительности и соответственно приближало победу Рейха. Однако за попытку к бегству полагался расстрел на месте, а трупы не убирались для устрашения в течение 24 часов. Воровавших сырье или продукцию для немецких фирм, пароли, нанося по 25 ударов плетью. Часто нарушителей переводили в другой трудовой лагерь, Дорогуча, в двух милях от Травников. Там добывали торф, а режим был намного хуже и кормили плохо. В сентябре 1943 года с евреями было решено покончить окончательно. Травники стал филиалом Майданека. 3 ноября 1943 года 6 тысяч евреев-эстравников и лагерев Дорогучи были убиты в рамках программы по ликвидации евреев. Впоследствии убийства продолжались. Последними были убиты 40 евреек, которые были оставлены подметать бараки охранников, а также сортировать одежду убитых евреев. В мае 1944 года трудовой лагерь прекратил свое существование. Остался только тренировочный лагерь. О количестве жертв в Травниках цифры разнятся. Либо 6, либо 8, либо 10 тысяч евреев. Однако, как говорилось выше, в самом начале в Травниках погибло очень много советских военно-пленных. Коллаборационисты-Травники тренировались в тренировочном лагере до июля 1944 года, пока советские войска не подошли к Люблину. 23 июля советские войска освободили Травники, а оставшиеся на тот момент около тысячи охранников в панике бежали. Они оказались не в состоянии противостоять обстрелянным войскам. По окончании курса Травники распределялись по охране лагерей смерти – Собибор, Хелмна, Майданок, Бельжец, Треблинка и концентрационных лагерей, Освенцим, Штутхов и других. В каждый концлагерь прибывало примерно по 90-120 охранников-травников, то есть рота. Остальные охранники были немцами из частей охраны концлагерей СС «Мертвая голова». Эти охранники были уже негодными к службе на фронте в войсках СС или еще слишком молодыми. Характерно, что немцы составляли лишь одну четвертую часть от охраны. Еще была нештатная внутренняя охрана из самих заключенных – Капо. Обычно по возможности в Капо брали немцев-уголовников, хотя бывали и евреи. Им выдавали лишь дубинки. Были еще старосты лагеря, старосты блоков, мастера и другие мелкие служащие из заключенных. Вот такие у Травников были друзья. Штат лагеря смерти Собибор, в котором по официальной версии было уничтожено 250 тысяч человек, составлял 20-30 людей из СС, многие из которых работали до этого в программе «Эвтаназия», и 90-120 охранников-травников из числа советских предателей. Каждодневная работа была грязной. Большинство прибывших евреев должны были сгинуть в газовых камерах. Под крики, выстрелы в воздух, побои и брань. Евреи бежали к душевым и полностью заполняли их. Вот слова одного офицера СС. Трупы мокрые от пота и мочи, с ногами запачканными экскрементами и кровью, выбрасываются наружу. Высоко в воздух подлетают детские тельца. Времени совсем нет. Плетки надсмотрщиков подгоняют заключенных из похоронной команды. Две дюжины дантистов в поисках золотых коронок крюками открывают челюсти. Другие дантисты выламывают золотые зубы и коронки при помощи щипцов и молотков. Кстати, в августе 1942 года впервые в этом лагере был использован газ «Циклон-Б». А вот выдержка из показаний бывших узников. Ежедневно в лагерь на уничтожение поступало от 10 и более тысяч человек разного возраста. В один день число прибывших на Треблинку достигло 24 тысяч. В лагерь никого из посторонних не пускали. Даже охрану транспортов оставляли за пределами лагеря. Вагоны с жертвами загонял к лагерной рампе специальный локомотив. По 20 вагонов одновременно. Там обреченных встречала лагерная команда эсэсовцев, которая насчитывала более 300 постоянно полупьяных охранников-коллаборационистов и немецких головорезов. Травники были очень жестокие к заключенным и убивали по поводу и без. Ведь в случае бегства узника охранник подвергался суду. А вот охранник, убивший беглеца, получал награду. Были у травников и развлечения. Как же без них? В 1944 году эсэс организовала бордели для инородных охранников. Дело в том, что часть лагерей находилась на территории Рейха, а травникам было запрещено под страхом смерти общаться с немецкими женщинами. А как хотелось. Все-таки молодые. Например, в концлагере Бухенвальд для украинских травников из женского концлагеря Равенсбрюк были доставлены польские женщины, принужденные к проституции. Были у травников и другие более приятные развлечения. Они были, по сути, хозяевами жизни заключенных. С ними можно было прекрасно развлечься. По воспоминанию очевидцев, в начале апреля 1945 года в трех лагерях Бухенвальда, Большом, Малом и Карантином, вглубь Рейха от приближающегося противника стали эвакуировать заключенных, которых накопилось почти 90 тысяч. Стали отбирать сначала евреев, их предполагалось транспортировать поездами, до которых еще надо было дойти пешком. Вот что рассказал очевидец тех страшных событий. 6 апреля утром всех узников выгнали из ангаров к воротам лагеря. Пересчитав, три раза образовали две колонны. 16 сотен было в нашем транспорте и еще 2000 во втором. Мы вышли из лагеря, как только на двухконной телеге появился штурмфюрер, начальник транспорта. Колонна была плотно окружена вооруженным конвоем СС. У некоторых охранников были овчарки. Цепь конвоиров вокруг нас становилась все плотнее, по мере того, как сокращались наши ряды. И тогда конвоиры придумали развлечение — натравливать собак на узников, идущих в задних рядах. Из-за этих забав в колонне началась паника. Люди боялись оказаться сзади и быть покусанными собаками. Страх гнал каждого вперед. Больные и слабые умоляли их не обгонять, не оставлять в задних рядах. Но колонна набирала темп, оставляя за собой все больше жертв. Охранники были этим довольны. Забава им явно понравилась. Особенно штурмфюреру. Искусанных и упавших, еще живых и мертвых, без разбору грузили штабелями на платформу. Грузили все выше и выше, как дрова, в форме пирамиды. И чтобы пирамида не развалилась, людей прикручивали к тележке проволокой. Тряслись головы умерших, а еще живые жалобно смотрели сверху вниз на идущих в колонне людей. Когда мы приблизились к деревне, навстречу нам бежали крестьяне и, показывая рукой штурмфюреру в сторону зарева от пожара, подались в лес. Издали была слышна канонада. И штурмфюрер первым умчался на своей телеге в этот же лес. Но узники бежать не могли. Многие падали от усталости. ССовцы не посмели стрелять по упавшим в лесу, боясь привлечь внимание шумом наступающих войск противника. В 1944 году на 1 миллион узников приходилось 45 тысяч охранников, из которых 35 тысяч составляли ССовцы из мертвой головы, а остальные коллаборационисты-травники и полицаи. Кроме охраны лагерей, в апреле 1943 года травники участвовали в подавлении восстания и уничтожении варшавского еврейского гетто. В источнике их называют оскарами. Указываются прибывшие из лагеря травники-охранники, по национальностям украинцы, латыши, эстонцы, словаки и хорваты. Операция по уничтожению варшавского гетто, в ходе которого и произошло еврейское восстание, началась 18 апреля. Для участия в операции немцы выделили 2000 человек из СС, 234 немецких жандарма, 367 польских полицейских, 337 аскаров, 35 гестаповцев. А кроме того, еще саперов и артиллеристов из варшавского гарнизона. В польской части Варшавы на всякий случай было поднято по тревоге еще около 7 тысяч полицейских и эсэсовцев, а в варшавском дистрикте приведено в боевую готовность до 15 тысяч человек. В конце 1944 года часть подразделений травников из бывших советских военнопленных влилась в 14-ю гренадерскую дивизию войск эсэс, а другие продолжали оставаться в ведении РСХА вплоть до окончания войны. Если верить источнику, то в конце войны команда из травников сжигала трупы немцев жертв бомбардировок Дрездена. Таким образом, без грязной работы они не остались. Поистине нужные были люди. Поразительно, но одним травником был еврей. 26 октября 1949 года советскими органами был арестован некий Гутери Шмиль Григорьевич, 1920 года рождения, беспартийный по национальности еврей. В советских документах о нем было написано так. Обвиняется в измене Родине. Находясь на фронте Отечественной войны в 1941 году уничтожил комсомольский билет, бросил оружие и перешел к немцам. Находясь в лагере военнопленных в городе Белоподляска, Польша, выдал себя за Volksdeutsch, после чего был направлен в учебный лагерь СС в Травнике. В течение трех лет служил адъютантом и переводчиком немецкого языка, при коменданте лагеря. Принимал активное участие в массовом истреблении мирных граждан и зверски избивал заключенных. В сентябре 1944 года с приближением советских войск бежал на запад. Шмиль Григорьевич был казнен. Интересно, что чувствовал этот травник, когда убивал евреев. Впрочем, возможно, он и не ассоциировал себя с евреями. Согласно сообщению, бруклинский федеральный суд рассматривал дело некоего 83-летнего украинца Ярослава Белинюка, обвиняемого как бывшего охранника лагеря Травники, скрывавшего свое прошлое. Суд мог бы лишить гражданства Белинюка и депортировать его на родину, где его, по идее, должен был ждать суд. Но так и не дождавшись приговора, бывший охранник умер в своем доме в Квинсе. Белинюк похоронен на украинском католическом кладбище Святого Духа в Нью-Йоркском графстве Ориндж. Министерство юстиции собиралось лишить Белинюка гражданства за то, что при въезде в США полвека назад он скрыл участие в массовых репрессиях и казнях узников. По словам бывшего работника Министерства Джонатана Дримера, собранные по делу Белинюка данные доказывают, что он участвовал в ужасающих преступлениях нацистов, а его смерть, к сожалению, избавила его от торжества правосудия, которого он избегал столько лет. В том же Квинсе, оказывается, проживал еще один охранник, изоблеченный ранее. В июне 2004 года иммиграционный судья в США в штате Манхэттене постановил депортировать на Украину Якива Палия. Было установлено, что украинец Палий служил вооруженным охранником трудового лагеря Травники, но его участие в уничтожении польских евреев и других военных преступлениях нацистов доказано не было, а сам он заявил, что в 18 лет его заставили работать на немцев. Палий прибыл в США из Европы в начале 1950-х годов и скрыл от иммиграционных властей США свое прошлое. Перед уходом на пенсию Палий работал чертежником. На пенсии перенес два инсульта, несмотря на которые ухаживал за страдавшей болезнью Альцгеймера женой Марией, с которой прожил 43 года. Власти США пытались депортировать его, но ни Украина, ни Польша, ни Германия не согласились принять бывшего охранника немецкого концлагеря, которого судить было уже поздновато. В 2007 году Палий дал интервью. «Послушайте, мне 84 года. Я никуда не поеду. Разве что на кладбище. Нет страны, которая приняла бы меня». Так он и остался в США. По мнению манхэттенского адвоката, Палий считается в процессе депортации, пока не умрет. То есть он лишается гражданства и некоторых прав, таких как голосовать и свободно передвигаться по территории США. На день выпуска этого фильма Палий, скорее всего, уже умер. Всего же за период с 1979 года более 68 бывших нацистов разных национальностей, включая и бывших граждан СССР, были лишены американского гражданства и высланы из США. Характерно, что власти США, выяснив, что если политический беженец оказывался нацистским палачом и повинен в убийстве многих людей, могут лишь лишить этого субъекта американского гражданства и выслать его на родину, для суда на месте. То есть сам суд США никогда не будет судить такого преступника, если, конечно, он не повинен в гибели граждан США. Многие бывшие охранники сбежали от расплаты в США, Канаду и страны Латинской Америки, всячески скрывая свое прошлое. Многие из них были пойманы и казнены, а многие так и остались на свободе, дожив до глубокой старости и рассказывая внукам сказки о героических подвигах в молодости. За свою родину. На этом у меня все. Если вам было интересно, поддержите нас лайком и оставьте комментарий. Это очень поможет в продвижении фильма, чтобы как можно больше людей смогло заглянуть в темные уголки нашей истории. Спасибо за просмотр и до новых встреч!